Всем привет, с вами Алис, канал Берлилаб. Работаем с картами, с погодным, держащие дни и делаем ее о катаклизмах. Начинаем с Америки. Что здесь интересного? Ну вот мы видим здесь циклон какой-то приехал к Западной Канаде. Судя по всему здесь снежок, может быть где-то дождик на побережье там будет. Вот здесь еще один циклончик напротив Калифорнии. Но вообще мы в целом видим здесь такую довольно-таки хорошую циклоническую систему, которая вошла в регион Скалистых Гор и Хвост уходит вот сюда, вот практически как в атериальной зоне. Также к северу от Великих Озер мы видим здесь еще одну циклоническую систему. И вот циклон проходит сейчас через Флориду. Что нам пишут люди из Америки? Артур пишет из Лас-Вегаса, из Невады. Прогрелись вчера до плюс 20 градусов они, но весь день был пасмурно, без солнца. Это уже второй день за ноябрь. Хотя даже переменная облачность крайне редкое явление для этих краев. Да к тому же еще обещают и дождь к вечеру. Для Невады это очень влажный воздух, 36%. В среднем там в районе 10-15%. Вот такие вот дела происходят. Так что видно, что засухи точно в этих штатах в этом году не наблюдаются. То есть вот такие вот процессы происходят. Так, Аксек 99-54 пишет. Все, лето кончилось, велосипед на прикол. Ну что, можно на велосипеде зимой ездить. Ездить еще и такое изобретение, как фэтбайк или жирный байк с такими большими колесами. Можно вообще по целине ездить с нижним на нем. Так, электромотор поставили. Так вообще можно расслабиться. В Карибском море мы видим здесь что-то сверкает, какие-то молнии. Да, вот если вы видели там в Колумбии, девушка на пляже была. И вот молния, так сказать, забрала ее. Так что аккуратнее, грозам, особенно когда рядом с водоемами. Это реально опасно. Смотрим, вот здесь какая-то циклоническая система. Вот она прошла из Мексиканского залива. Но что самое главное, вот здесь есть соединение с этим штормом, который, судя по всему, будет таким классическим штормом атлантическим. И он, судя по всему, пойдет вот сюда, вот в сторону Северного моря и Балтику. И там дальше посмотрим за его движение. Сейчас вот у нас здесь шторм один южнее Исландии находится, а другой вот приплыл к нам портить погоду. Причем ночью была ясная погода и даже звезды были видны. Но вот утром началось опять вот эта серость какая-то. Пасмурно. Вот мы видим, облачность тоже находится здесь в Украине. У нас облачность на Кавказе, в Черноморье, в Турции. И даже, смотрите, через Сахару какой-то хвост проходит непонятный. Ладно, давайте почитаем, что пишут люди. В Киеве плюс 6 пасмурно. Безморозный период подходит к концу, пишет Владимир Куба. И на днях будут морозы. Так жалко, что не дотягивает до 242 дней безморозного периода. Было бы 65% от года или 66, ну имеется в виду 2 трети. 65 по факту, нужно было ему 66, чтобы состоялось 2 трети. Зачем, непонятно. Для статистики. Так, Денис Хантер пишет, Алекс, привет, нам снег на следующей неделе передают. И даже, возможно, морозы до минус 12 градусов. Ну вот, видите, то есть морозы реально могут прийти. То есть это не сказки. Так, Егор пишет про циклоны. Чем длиннее хвост, тем больше разница потенциалов. Тем сильнее и мощнее структура циклона. Ну да, это объяснение, почему в этом году такие длинные хвостные циклоны. Также Егор пишет. Жду морозцев до сухим асфальта. До ледышки для первой зимней рыбалки. То есть Ленинградской области. Так, Гоу Хед пишет. В Краснодарском крае вообще какая-то необычная теплая и сухая осень. Река Кубань обмелела до такой степени, что даже можно перейти пешком. Появились пороги. И только на этой неделе полили дожди, и температура вернулась в норму. Кажется, меняется климат. В дворах многоквартирных и частных домов все чаще и чаще можно встретить банановые пальмы. Плодов, конечно, не дают. Но этой осенью успели пустить листья по второму кругу. Вот интересные события. Вы рассказываете. Вот Артем Назаров пишет из Тихорецкого района. Тоже Краснодарский край. Он пишет, что ночью было плюс 7 градусов. Утром плюс 5. Днем ожидается плюс 10. Ну вот дождь наконец-то закончился только сегодня днем в Краснодарском крае. А вечером опять обещают слабый дождь. Так что видно, что осадков-то должно налить достаточно. Вот. И вот эти вот все засушливые явления должны уйти на какое-то время, по крайней мере. Так. Что еще пишут люди? Вот из Сталина, пишет Микель Мартинин. Вот отсюда из Эстонии. Минус 2 и пасмурно. Замерзли только маленькие лужи. И то не полностью. Ближайшие 5 дней осадков и образования снежного покрова не ожидаются. Ну, видите, как хорошо. Ну, вот циклоны, вот они уже наготове. То есть, они все равно до вас дают. И одарят вас осадками. Из Апатитов пишет Марина Дмитриева. Здесь видно ясно и минус 12 градусов. Но все равно не такие морозы, как на севере Швеции, где за минус 30 градусов. Да, вот Роман Ельзаров из Ставропольского края. Это здесь при Кавказе. Пишет, что ветер северный. Скоро будет дождь. Вот такие вот у него новости и ожидания от сегодняшнего дня. Что все-таки придут дожди. Так. Вячеслав Шелестов пишет. Это город Микунь, республика Коми. Я никогда не слышал про этот город. Температура воздуха минус 3 градуса. В течение дня будет пасмурно. Временами снег. Где-то минус 5, минус 7 ожидается. Ну, такая нормальная. Начало зимы погода, да, ожидается. Так. Что еще у нас здесь интересного? Казань пишет 15 ноября. Днем плюс 4, ночью 0 градусов. Вот где-то здесь находится Казань. Так. Идем дальше. Теперь смотрим Каспий. Здесь сильный Казахстан. Облачность накрывает, да. И вот так, смотрите. Такая вот арочка формируется как раз вокруг Алтая и облачной. Да, Исаян. Прям вот интересно. Так вот такая аркообразная облачность. Не каждый день такого видишь. И вот Дмитрий Иркинт об этом как раз обращает внимание. Вчера, сегодня, да. Что плюс 14 градусов на Алтае. Представляете? Вот так вот из Средней Азии хороший теплый воздух поступил, поступает. И Антон пишет, что на Алтае почти регулярно выносы тепла в ноябре. Да. Вот все зависит от индийского фена. Если он есть, то зима будет теплой. Ну, вот Новосибирская область сейчас прям плюс 7 и облачная. Ну, то есть вот эта вот облачность, да, выходит сюда в сторону Новосибирска, Барнаула. Нажимовости уже бутоны. Пришли в движение почки смородины. Возобновилась вегетация. Трав, петрушки, щавеля и мелисы. Ну, и с 10 ноября, по сути, возобновился безморозный период. Плюс стоит даже ночь. Ну, вот видите, как вас хорошо теплым воздухом из Средней Азии снабжает просто прекрасно. Матвей Кузнецов пишет, в Иркутске плюс 1 очередная оттепель. Снежный покров немного тает. В прогнозах до конца недели европейская зима со слабым плюсом днем и слабым минусом ночью. И, к сожалению, без снегопадов. Ну, вот вчера Алексей Покровский писал, что при Байкале вчера был неплохой день. Температура от нуля до минус трех градусов. Переменная облачность. Снега не хватает. Земля к большим морозам почти не прикрыта. Да и лыжники истосковались по снегу. Лыжники могут лыжероллеры сделать и кататься на роллерах. Таймыр-то уже готов выдать хорошую порцию мороза к двадцатым числам, судя по карте. Всем здоровья, мира, добра и нормальной зимней погоды. Она уже рядом. Как всегда, Алексу лайки. Спасибо вам большое, Алексей. Вот еще один комментарий из Иркутска от Алексея Васильевича. Коротко о погоде в Иркутске. Время 15.37. Температура плюс 2. Ясно, в ближайшие дни температура обещает плюсовую до плюс 5 градусов. Видите, как здорово все. Ой, пропустили Тюмень. Сегодня пропустили Тюмень. Плюс 2. Пасмурда с небольшим прояснением, пишет Игорек72. Скоро придет небольшой минус. Жаль, уже привыкли к такому теплому, комфортному ноябрю. Ну да. И вот Людмила из Алматы пишет. Благодарю за выпуск. А у нас потеплело. Но вот этот одинаковый теплый поток. Видно, вот он идет вот таким вот сюда и в сторону Алтая. И чуть-чуть вот заносит в сторону Восточной Сибири. И даже Якутия получает от него определенные плюсы. Сейчас мы это все рассмотрим. Сегодня с утра 0 градусов. Только газон выне. Белка в соседнем саду прыгала уже в добротной зимней шубке. Да и птиц стало больше. Ближе к городу сытнее. Жимолость в саду перепутала осень с весной. Появились цветочки на веточках. Всем вам хороших дней. Спасибо большое за столь добрые комментарии. Ну вот пользователь интернета пишет из Якутска, что запахло весной сегодня. Ощущение, будто март на улице. Отличная погода для прогулок. Переменная облачность. Утром слабый снег. Ну вот этот циклон добрался до Якутска. И смотрите, ночью было минус 18 градусов, а днем минус 8 градусов. Представляете, уже минус 8 у них пахнет весной. И все идут гулять и наслаждаться погодой. Поэтому отсюда вывод какой, что все решает адаптация. Понимаете? Кому-то минус 8 это страшный холод. Они даже не выходят на улицу в этот день. А кому-то минус 8 прекрасная весенняя погода. Так, что еще интересного? Здесь на северо-востоке Якутии, рядом с Коломой, здесь какой-то циклон. Так-то Камчатка, Чукотка, Маганданская область более-менее открыта. Вот здесь циклончик находится сейчас в Приморье. И на Японию оказывает влияние. Вот здесь циклон в Бенгальском заливе. Видать, собрался выходить на сушу этот циклон. Да, вот здесь вот в районе Персидского залива, Саудовской Аравии. Мы видим там очень эффекты всякие. И ливни мощные там в Куэйте, да, и градом там пустыня. И тоже там некоторые города там затопило. И машины там плавают. Все такое. В Австралии у нас есть облачность по центру. Да, но что-то сегодня не сверкает как-то. В Новой Зеландии тоже. Хвосты так и достают. Да, Южной Африке, да, от Антарктиды мы видим, доходит Мадагаскар. В Южной Америке все в том же самом месте. Никуда не отходит. И плюс мы видим юг Чили и Аргентины. Тоже накрыли хвосты из Антарктиды. Давайте глянем, где какие осадки сегодня. Ну, мощные осадки в виде снега. Это Аляска, Запад, Канады. У Гудзонов залив здесь тоже циклон. Немножко вот здесь вот по границе Канады. Ну, видно вот дождики в Калифорнии. Как раз то, что говорили здесь. Юта, Невада. Все вот эти засушливые штаты все поливают. Вот у Флориды сейчас находится этот циклон. Самая конечность, где Майами. Там, наверное, заливает тоже неожиданно. Ну, вот юг Бразилии. Здесь грозы, ливни, судя по всему, в Чили. Вот, смотрите, какой классный циклон. Да, он здесь на схеме-то лучше изображен. Такой с хвостом. Классический хвост идет сюда, к Флориде. И такое боевое у него настроение, судя по всему. Вот циклон к западу от Ирландии. Заливает Францию, Юго-Запад, Германию, Швейцарию. Как раз в Балтике тоже циклончик есть. В Восточной Украине мини-циклончик. На Кавказе. Ну, а так, в принципе, кое-где снежок. Но таких сильных осадков нет. Здесь мы идем со стороны Китая. И Монголия пытается антициклон в Сибирь пробраться. А по северу здесь, в центральной части Сибири, Вякутии, везде идут снегопады. Пытается здесь Кахоцком море тоже высокое давление выйти. Ну, и вот циклончик у нас находится в Приморье, что мы видели. Так, ну и вот в Бенгальском заливе здесь такая серьезная система находится. Да, вот этот еще здесь ураган. Тайфун Мал, но он идет в никуда пока. Не знаю, дойдет ли до Новой Зеландии. Но пока что он, там даже островов никаких нет. Так, давайте температуру посмотрим, что еще интересного. Да, вот Женя 86 писал вчера, что в городе Сургут дождик был вчера, снег тает, лужа кругом плюс один было. Давайте глянем, что у нас по Сургуту сегодня. Ноль градусов и в Сургуте, и в Тюмени, и в Екатеринбурге, в Челябинске плюс один. Вот такие температуры. Ну давайте посмотрим на радостных испанцев, как им живется. 15-25 градусов. Да, смотрите, все-таки такой сухой и прохладный город. Там не особо для жизни. Вот побережье, конечно, вот восточное, оно лучше гораздо, особенно юго-восточное, где Мурсия. Вот циклон у Парижа сейчас плюс 10 градусов. Монако плюс 16, получше у Копенгагена другой циклон, плюс 5 градусов Копенгагена. В Германии 8-9 градусов, в принципе, неплохо. На Балканах 10-12 градусов. В Стамбуле плюс 16, Афины 20. Кишинев плюс 9, Кривой Рог 8, Севастополь 13, Ростов 10, Краснодар 11 градусов. В Киеве плюс 4, Минск плюс 1, то есть сюда, смотрите, уже затекает морозец за циклоном. Циклон сейчас у Харькова находится, где плюс 8, а за ним сюда вот такой вот заток холодного воздуха происходит. И, смотрите, уже Таллинн минус, Санкт-Петербург минус 2, Петрозаводск минус 3, Архангельск минус 6, уже такие серьезные погоды. Мурманский минус 11, Москва пока держится, плюс 1, Нижний Новгород плюс 2, Казань плюс 1, Пермь плюс 1, вот такие температуры. В Поволжье еще хорошо, Саратов плюс 5, Волжский плюс 10, тут перед циклоном сейчас будет нагон, наоборот, тепла. В Астрахани плюс 12, неплохо тоже в Баку плюс 21, Белисси 18, Ереван 15 градусов. На Ближнем Востоке 20-25 градусов, такие температуры, смотрите, жара ушла на юг, жара ушла на юг, даже вот в Квете всего плюс 24 градуса. Со стороны Ирана здесь 17-24 градуса, но вот тепло идет, идет от Индийского океана, так просачивается, смотрите, только Министан, здесь вот хорошие 21-22 градуса. Узбекистан тоже неплохо, 17-18, 16 в Душанбе, 17 в Ташкенте, Бишкек плюс 12 градусов, Валматы плюс 9, ну и дальше вот это через Балхаш, смотрите, здесь семей, все это идет в сторону Алтая. Барнаул плюс 8, Томск плюс 3 градуса, Красноярск плюс 3, Братск 0, Иркутск минус 2, все-таки это идет вот сюда, вот в сторону. Стрелка чунят, Тураут минус 1, Туруханск 0 градусов тоже, да, даже Норильск всего лишь минус 5 градусов, смотрите, в Якутии прям потепление хорошее такое идет. И Морозы ушли в восточную часть Якутии, в Магаданской области, здесь Сусуман минус 33 градуса уже, Охотск минус 10, Магадан минус 18, видите, как к Востоку все тенденции. Петропавловск-Камчатский минус 4 градуса, Анадыр минус 17 градусов, Южно-Соколинск минус 2, Уссурийск 1 градус, Комсомольск минус 7 градусов, Хабаровск минус 6. Ох ты, смотрите, как заморозило и в Восточную Монголию уже, и Китай здесь, в Пекине всего плюс 3 градуса, вот Сеул плюс 4, так Ламакан пока держится, 1,5 градус в плюсе, ну вот даже на Южной Китае как-то не жарко, да, здесь 8-11 градусов, только по побережью, даже в Гонконге плюс 17 градусов. Так, в Индии тоже оптимально, 23, 26, 27 на Юге, так, давайте Австралию посмотрим, ух ты, смотрите, здесь все еще влияние Антарктиды, такое довольно-таки мощное, температура это 14-18 градусов, Мельбурн плюс 13, на Тасмании плюс 8, в Новой Зеландии получше дела обстоят, потому что в теплом секторе здесь 8-14 градусов. Так, давайте посмотрим, теперь Северную Америку, видно, что на Аляску пришел шторм, и принес тепло, в Анкуриче плюс 1, Фэрбэкс минус 6, по Северу минус 9, минус 12, в Маккензи минус 11, Калгари минус 5, Ванкувер плюс 1, смотрите, на Юге даже такое ощущение, что холоднее, чем на Севере, и заходит уже и в Монтану, и в Вашингтон, и другие здесь штаты, такая прохлада. Вот циклон находится, вот Дакот сейчас, в Гудзоновом заливом тоже видим циклон, в районе Великих Озер здесь вынос теплого воздуха, на Западе, поэтому 6-12 градусов, Торонто плюс 2, Атава 0 градус, Нью-Йорк плюс 3, Вашингтон плюс 3, Техас, здесь вот интересно, в Хьюстоне плюс 16, а в Снайдере плюс 9 градусов. Ну и тепло сейчас вот в районе Флориды, здесь два циклона снабжают теплом, ну и Мексиканский залив, конечно, тоже играет большую роль. Так, вот жара в Парагвае, но вот южнее не идет, только чуть-чуть просачивается Буэнос-Айрес, плюс 20 градусов, а на самом юге здесь видно и плюс 1 есть, и плюс 4, и плюс 6, такие температуры. Южная Африка хорошо, плюс 22, на севере плюс 36 градусов, а в остальной Африке все в соответствии с ожиданиями. Давайте посмотрим теперь, какие будут события сегодня ночью, ну сегодня, смотрите, из Прибалтики, Белоруссии, даже западную Украину сюда, куда-то в сторону Балкана будет нацелен мороз, и в Павловске потихонечку начнет опускаться, да, здесь антициклон встанет над южной Финляндии, северный Урал здесь так хорошо подморозит, ну вот Южную Сибирь, Казахстан, здесь хорошие потоки южного воздуха теплого, и даже Якутия здесь вот за счет вот этого циклона у Невосибирских островов хорошо, хорошие получают дивиденды от этих процессов. Завтра днем хорошо будет, Средняя Азия прогревается, да, в Сибирь, в Якутию сюда уходит теплый воздух, а вот по границе Минск, наверное, Казань здесь будет южнее, это будут плюсовые температуры, севернее уже минусы будут, уже минусовые. Если посмотреть Штаты, то здесь в сторону Востока вынос из Мексиканского залива, а по западу здесь будет такое арктическое вторжение происходить. По непогоде, что можно сказать, ну вот видите, стремится этот из Атлантики циклон, потом на Балканах будет циклон, по югу России здесь, запад Казахстана, ну и в Сибири вот здесь будет снежок, и также в Приморье, Японии здесь будет большое количество осадков. Давайте пробежимся, посмотрим, вот он идет этот циклон в сторону Шотландии, Юлика Британия движется, это уже будет в субботу, в Восточной Европе здесь и на Балканах, и, кстати, в Стамбуле тоже здесь какая-то мощная непогода будет, северный Казахстан, Южный Сибирь здесь раздел между холодным и теплым воздухом, это в субботу. Это будет у нас воскресенье, практически все Черное море, Кавказ, Турция здесь в непогоде, и второй очаг непогоды, это Северное море, мы видим это Балтика, Германия, немножко центральной Европы, и, смотрите, здесь у Ньюфаунленда тоже какая-то мощная система с хвостом, с каким-то будет опускаться, довольно-таки какие-то бодрые будут интересные события происходить. Это будет понедельник, вот он входит в Балтику этот циклон, из Черного моря выходит в Поволжье циклон, здесь на Кавказе будут непогоды, видно в Восточной Якутии, Забайкалье непогоды, ну а так, в принципе, ничего такого особо сверхъестественного не наблюдается. Ну и в итоге этот циклон иссякнет, дойдет до Восточной Европы, ну иссякнет, зато вот его брат здесь в Италии и Балканах что-то будет, какие-то действия производить, а этот циклон пойдет в Поволжье, Южный Урал, хвост его идет вот так вот к Каспию. Давайте глянем, что это будет за температура. Температуры здесь морозы никуда не тянутся от этих циклонов, да, и вот эти циклоны, они потеряют силу из-за морозов-то, в общем-то. Со стороны вот Средней Азии здесь так и будет вынос тепла, но уже в сторону Поволжья производится, Сибирь уже закроется для тепла, да, здесь между Таймыром и Алтаем такой мостик холодовой будет образовываться, в Забайкале такой пресс, опускающийся в сторону Приморья холодовой. Вот такие вот процессы ожидаются. Ну а в Америке, давайте глянем, что здесь, это днем будет в США хорошо, кроме вот великих равнин, где будет морозно, а в Канаде установится мороз. А это вечерние процессы, Скандинавия уже будет заморожена, да, вот граница морозов будет идти между Ригой и где-то Астрахани, по этой линии примерно все, что севернее и восточнее будет в морозе, то есть все, что юго-западнее пока что еще без мороза, и вот очаг за счет Индийского океана здесь в Средней Азии также будет поддерживаться. Это будет у нас во вторник, 21 числа, вот такая вот картинка. Ну а с вами был Алекс, канал Перелабжи, отличного провожения!